Микс Ньюс Микс Ньюс Вам кажется достаточным или все-таки не поспевают за заходом времени, так сказать? Ну не успевают, это же очевидно, но я действительно удивлен, что так удалось свести все внимание общественности именно к борьбе за здоровье, что вроде бы правильно, что экономическая составляющая ушла куда-то в сторону. То есть подкрадываются очень большие последствия. Ну во-первых мы опоздали, опоздали момент поддержать сами свою экономическую и так малую мощь. То есть много чего, что мы могли и можем сами производить во имя предостерегаться от болезней, да, это не только маски и средства дезинфекции и прочее, прочее. Мы покупаем в Китае, опаздываем, покупаем втридорого. Ну понятно, что тут похвалы мало. В свою очередь то, что служба госдоходов стала главным стимулятором экономики, это наверное на первых порах правильно. Потому что они лучше знают своего клиента, то есть нашего налогоплательщика, как это принято говорить. Но что так это остается, это тоже удивительно. То есть, ну если вы в Германии объясните, что финансам самый главный друг предпринимателей, ну они могут вам дать отсрочку по налогам и поддержать, но стимуляция отсутствует. И то, что премьер-министр утверждает, что столько денег, займы правда, столько денег никогда не было доступно, ну так сделайте эту домашнюю работу, чтобы они были, эти средства, доступны. То есть, если от 100 миллионов обещанных, я не про аэрболтик сейчас, я только про поддержку непосредственно среднему и малому бизнесу. Миллионов обещанных только 10 достигло цели, то с точки зрения человека, ну эти деньги недоступны. Ну вот такой всегда есть конфликт. Когда идет такое заочное несколько обсуждений, обычные граждане говорят, дайте нам денег всем, пожалуйста, мы сидим дома, мы не можем выходить на работу, нам нужно на что-то жить. Правительство отвечает, вы налоги не платили, у вас вся зарплата серая-черная, с каких денег платить налоги. Им отвечают, ну вообще-то мы платили там ПВН, НДС, какие-то налоги мы все-таки платили, а те, кто платили все налоги, все равно больше там 700 евро получить не могут. Им отвечают, ну простите, у нас тоже на все денег не хватает и так далее. Это неспособность двух сторон понять друг друга, или все-таки правда есть на чьей-то стороне, как вам кажется? Ну я могу дать свою оценку. Я представлял долгие годы, 17 лет возглавлял главную ведущую организацию по поддержке бизнеса, ну и, конечно, с прогнозами ошиблись капитально. То есть служба госдоходов знает своего клиента. Сейчас делать большие глаза и утверждать, что оказывается, уплата налогов на таком низком уровне, то есть это оказывается только сейчас, вас осенило, потому что когда составляли прогноз, сколько давать поддержку, минимальную поддержку на выживание, это не вознаграждение за уплату налогов, ну премьер-министр любит сравнивать с ситуацией, ну как бы чуть ли не с войной, да, что экстраординарная, чрезвычайная ситуация, ну тогда и меры другие, то есть прокормить, ну например, творческие профессии. Само государство, само правительство запретило целому ряду профессий, деятелям культуры, в том числе и русской культуры. Просто целый ряд профессий не имеют права выходить на работу. Если они легально работали и уплаченная сумма налогов была мала, это не меняет... В сути им запрещено заниматься своей профессией. Абсолютно. То есть это поддержка, а не призовые за какие-то налоги. То есть понятно, что потом встает вопрос справедливости. Большие суммы на поддержку предприятия положены тем, которые честно себя вели. Это тоже очень разумно. И справедливость должна присутствовать. Но надо разделить эти две вещи. Программа «Минимум», то есть борьба за поживание в будущем, и то, что уже по уплате налогов. Это все смешалось до кучи в одно целое, и это неправильно. Ну, плюс, конечно, есть действительно большие возможности этих занятых денег. Чем, наверное, не стоит столько хвастаться, сколько их оперативно направлять на этот рынок. Да, вот, может быть, такой вопрос. Вы уже упомянули, обмолвились. Для непрофессионалов, может быть, они не разбираются в нюансах, но они видят те суммы, которые сейчас государство вкладывает в капитал «Аэрболтик». С одной стороны, это латвийская национальная авиакомпания. Вроде она нуждается в поддержке. В другой стороны, те цифры, которые называются, но они многократно превышают, не знаю, там, расходы на поддержку другого бизнеса, в том числе на производство. Вот как вы это оцениваете? Ну, понятно, что «Аэрболтик» очень значимая компания для латвий. Понятно, что она нам в целом нужна. Как мы себя ведем, мне кажется, что это, ну, как вилами по воде эти прогнозы. Потому что совсем недавно, буквально месяц назад, вышли политики с конкретным прогнозом, что нужно 156, по-моему, миллионов. Четко все просчитано. Мы конца пандемии не знаем, еще последствия не оценили, но уже четко знаем, что именно вот такая сумма спасет и продвинет эту компанию. На сегодняшний день мы уже говорим о 250 миллионов плюс 26. Повышение капитала – это 286 миллионов. Вроде начинать торговаться, но давайте дадим им меньше, дадим хоть что-нибудь, тоже неразумно. То есть, конечно, при правильном прогнозе спасти такого ведущего флагмана всего, это не только авиация, это и привлечение туристов, это Латвию на карте, Европу поддерживать. Но то, как это делается, на мой взгляд, абсолютно непрофессионально. Еще тревогу вызывает то, что частный инвестор, называемый, он свою долю не увеличивает, то есть он не согласен на эту поддержку. Конечно, справедливости ради следует сразу отметить, что от этого государство повысит свой удельный вес этой компании. То есть процентуальная составляющая вырастет, например, от 82% государственного представительства до более 90%. Но если это правильный и выгодный поступок, почему же тогда частная компания не делает так же? Тут вообще много есть вопросов к тому, куда и как расходуются деньги, которые вроде как у нас есть на борьбу со состоянием коронавируса. Но один из таких более конкретных вопросов, опять-таки связанный, много обсуждается с тем, что вот Аэрболтик получила там сотни миллионов евро от государства, сельское хозяйство получило 45 миллионов евро от государства, а, скажем, сфера туристического бизнеса, которая вроде как кажется, что она первой пострадала от всего произошедшего, до сих пор не получила какой-то конкретной помощи, конкретных средств вливания. Это связано с тем, что государство выбирает наиболее перспективные бизнесы, которые спасать, или просто еще не разобрались, как именно помочь? На мое усмотрение это показывает, что некоторые наши министерства, а впрочем, все правительство в целом более ведомые обстоятельствами, нежели сами себе режиссеры. Это довольно интуитивно поступает. Ну, например, первая сумма на поддержку сельского хозяйства, которая прозвучала, 45 миллионов, тогда на весь оставшийся бизнес на тот момент было выделено, реально выделено, а не обещано, 4 миллиона. То есть, ну, если сопоставить, люди удивлялись, что мы во время короны меньше кушать стали. Почему именно скотоводство и сельское хозяйство в первую очередь? Понятно, что туризм – это то, что бросается в глаза, но на самом-то деле последствия только подкрадываются, потому что это небольшая прослойка, ну, как латыши говорят, жира, которая накопленной у многих фирм была. То есть, то, что реально сейчас приходит к нам, ну, это настоящие финансовые последствия, потому что это как в семье, немножко накопили, немножко продержались, а что зимой делать будем? Ну, в данном случае летом, да? То есть суммы, например, если сопоставить, эстонцы спасают таллинг, да, или своих флагманов. Очень важен экономический расчет. Не вложить деньги и потом констатировать, например, что все равно мало или не спасти. Или уже съели, да. Ну, до кучи кинули 286 миллионов, и тут спохватились, что никто не мог же предугадать, что такие еще более тяжелые последствия от коронавируса. Но даже если у кого-то какие-то секретные расчеты есть, то они настолько очевидно меняются на глазах, что это, ну, не ошибусь сказать, что это непрофессионально. Вот, может быть, тогда такой вопрос все-таки хотел вам задать. Вот по поводу денег, ну, европейских. Европейский Союз, правда, с опозданием, но все-таки объявил, что будет доступна для стран Европейского Союза, ну, фантастическая сумма, вот так вот, на слух, 500 миллиардов евро. Потом, когда дошло до дела, выяснилось, что Латвия от этого там около одного процента, значит, при том реальные какие-то деньги там порядка 78, если мне память не изменяет, миллионов евро, остальное в качестве кредита. И а где же это тогда в итоге европейская помощь? Понимаете, я не хочу так поддакивать, что все плохо. Нет, нет, я не в это дело просто, ну, может быть, как-то Брюсселе надо было тоже по-другому, вот этот пакет помощи. Или, может, мы просто не видим эту европейскую помощь, да. Нет, я думаю, понимаете, если вы не видите, и вы интервьюируете, ну, надо признать разношерстную публику, и представители власти, которые должны видеть и смочь показать. Да. То есть это недоступно общественности даже через ваш канал, что просто никто этого не видит или видят суперсекретные специалисты, то это неправильно, да, то есть, ну, сами суммы, которые достигли цели, они на всю страну ничтожны. Ничтожны, вот об этом идет речь. Даже сейчас вот эти деньги... То есть, звучит миллионы, извиняюсь, что... Но звучат, что мы же миллионы, ну, поделите 2 миллиона жителей Латвии на эти 10 миллионов, каждому по 2 евро, и это нас не спасет. Ну, если мы говорим о том, что какие средства видны, какие не видны, опять-таки, даже если не считать европейские деньги, у нас уже было заявлено, что от бюджета, там, от эмиссированных облигаций, так далее, у нас есть 4 миллиарда евро, которые Латвия тратит на борьбу с последствиями коронавируса. И многие люди, опять-таки, задались подсчетами... Ну, собирается потратить в общей сложности 4 миллиарда. И у нас есть уже, там, вот эти упомянутые сотни миллионов евро в аэрболтик, есть какие-то деньги, там, в сельское хозяйство, в пособия по простой и так далее, и так далее, и остается еще, ну, достаточно много денег, которые пока не очень понятно, куда они пойдут. Я не знаю, либо как вам кажется, либо если бы у вас была возможность, куда стоит направить эти деньги в первую очередь? Надо все-таки давать себе отчет, что мы говорим о занятых деньгах, то есть так восторжествовать, что если мы получили кредит, мы же увеличиваем государственный долг, да? Но в такой момент это однозначно правильно. Теперь вопрос, как мы с этим увеличением государственного долга взаймы. Мы будем жить определенное время взаймы. Это же тоже понятно. Но то, что надо программу развития, и не раздавать рыбу-аудочку, да, то есть помогать и строить шансы на выживание латвийским компаниям, это тоже очевидно. Я ничего нового не сказал. На первых порах, чтобы я сам себе не противоречил, я сам уже вам ответил, что те малые суммы, например, которые платятся на сегодняшний день широкому спектру, это не вознаграждение за уплату налогов. Это солидарность. Это мы солидарно решили выжить, выстроить этот период. Многие профессии не могут заработать сегодня. Им государство это запретило. Творческие профессии, разные другие профессии ввиду COVID. То есть здесь уповать на уплату налогов неправильно. Теперь та программа развития, где уже миллиарды вами названы, она отсутствует напрочь. То есть мы постепенно готовились, и институция, АЛТУМ очень весомый игрок. Я считаю, они очень хорошо работают. Также служба госдоходов с вычетом того, что с прогнозом ошиблись капитально. Но это удивление, что оказывается, они не платят налоги. Вы это узнали только из-за COVID, что они, оказывается, не платят. Так вы не догадывались. А для чего же система ЭДС? Ну вот, понимаете, я считаю, это чисто общие суммы, они не гуляли направо-налево, они были известны. То есть про индивидуумов и про поведение общественности. Все же понимают, что это кнут и пряник. Но нет такого, что раз вы нас не поддерживаете, мы вообще откажемся от налогов. Как это вы откажете? А есть такая опасность? Потому что многие говорят о том, что сейчас, увидев, что те, кто платили налоги, они в сравнении получили не так уж и больше, тем те, кто налоги не платил. Многие говорят о том, что когда мы выйдем из этого кризиса, в ближайшее время уйдет вот этот откат в серую и черную зону. Как вам кажется, есть такая опасность? Ну, тут мы как бы кокетничаем, где справедливость, и где мы считаем, что всем надо покормить детей во время войны, как мы эту войну тут все время упоминаем. Понятно, что это уже, ты не спросишь, что ты, ребенок, хорошо учился или нет, на тебе супчик. Я считаю, что помочь компаниям сохранить свое существование тем, которые вообще имеют шансы на это, это обязательно, не взирая на укладу налогов. Мы говорим о малых суммах, они только поддерживающие суммы. В свою очередь, программа развития, если мы в такую трудную пору можем говорить о развитии, то здесь надо строить будущий бизнес, уже в новых обстоятельствах, индивидуально фирмам и государству. Анализы отсутствуют. Вами упомянутая туристическая индустрия, но, что мы говорим, ничего, не поедем теперь в Египет, будем поддерживать местный туризм, он не отвечает на очень многие вопросы туристического бизнеса. Что мы все сейчас ринимся в деревню, и это спасет... Туризм, да. Но это очень большое сужение до того, что происходит. Туристическая индустрия пострадала просто здорово, но она не единственная. Да. Вот по поводу пострадавших и не единственных, по-моему, вчера руководитель ПРЛСС, господин Шнепс сказал, ну, это, может быть, такая старая идея, тут ничего нового нет, но, к сожалению, не всегда она реализуется, о том, что все-таки нужно государству вкладывать, не вкладывать, искать инструменты реальной поддержки производства, реального сектора экономики при всем уважении, естественно, там, не знаю, к гостиничному бизнесу, к ресторанам и так далее, потому что, вот вы сами сказали в начале нашей беседы, что Латвия, в принципе, с такими давними производственными традициями, в том числе, вот, с производством всякого текстиля, вынуждена в Китае искать маски, потом вчера выясняется от госпожи Винкевой, думая, что нет, так сказать, наличия уже скоро заканчиваются эти запасы респираторов, и только Китай наш спасет, но это тоже как-то странно слышать. Ну, знаете как, опять приходится согласиться, потому что есть многие сложнейшие вещи, продвинутые науковые, где... Да, конечно, ну, ИВЛ, допустим, да. Тут речь идет о относительно примитивном производстве, то есть это с самого начала, мы на две недели опоздали по сравнению, например, со Словакией, да, где они приняли такое волевое решение миновать ряд бюрократических препятствий, что просто заказывают сами у себя, то есть не честный закуп через публичные конкурсы Китая, и про честность тоже многие сомневаются, просто разместили у себя производство. То есть сделать, поперенять такого рода решение три недели спустя и потом уповать на срочность, то есть, ну, понятно, прозевали-то не производственники, но однозначно мы опоздали элементарную вещь, просто то, что, ну, как говорят, коню понятно, что, ну, маски-то, раз мы лифчики шьем миллионами, то переоборудовать и быстро среагировать, использовать правильные материалы, причем, на мой взгляд, нужда самозащиты такого рода против вирусов, она сохранится значительно дольше. Конечно, уже сейчас говорят и о второй волне осенью-зимой, так что, ну, надо готовиться. Ну, надо готовиться, опоздали, ну, что теперь делать? Надо признать ошибку и исправлять. Понятно, конечно, что компании, которые хотят реагировать на эту ситуацию, они нуждаются в какой-то гарантии, мы сдерживаем слово, что мы действительно, если вы вложитесь в новое оборудование, начнете шить совершенно что-то другое, да, что у нас действительно будут покупать, ну, то есть, и, конечно, никто не обменил правила честного состязания. Вот, может быть, такой практический вопрос для бизнесменов, вот, допустим, решили переоборудовать производство или, может быть, создать производство именно для защитных средств, да, и выясняется, что, ну, как, если нет собственных сбережений, так вот, говоря простым языком, надо, значит, обращаться за кредитной помощью. Предположим, что тоже не гарантия, что банки все-таки решатся это прокредитовать, ну, понятно, что это тоже соответствующие проценты, и так далее. Вот уже долги у компаний появляются. Может быть, государство могло бы в этот кризисный период, не знаю, освободить тех, кто реально занимается производством от налогов каких-то, прогарантировать частично кредиты, ну, хоть, потому что мы знаем, какие цены на электричество, ОИК и так далее. Вот этих механизмов пока не видно. Может быть, мы... Нет, ну, над этими механизмами сейчас происходит работа. Да. Не настолько просто. Правда, наверное, не стоит все велосипеды изобретать самим. Конечно, да. Ну, подсмотреть наилучшую практику, да, опыт. Есть у кого подглядывать. Но не настолько все плохо, что нет этого желания. Мне кажется, тут определенный испуг в чиновничестве, что, мол, любое движение направо-налево карается, ну, наказанием. Наказанием. Да. И ума нету на сегодняшний день. То есть, комбинация, наверное, худшая. 6, 7, 2, 12, 90, 39. Вот у нас есть звонок. Доброе утро. Слушаю вас, пожалуйста. Добрый день. Да, пожалуйста. Вот вы знаете, вы все абсолютно правильно говорите. Но в чем же все-таки главное? Или не профессионализм правительства, или нечто другие причины? Я все-таки думаю, что здесь причина не в профессионализме, а в том, что правительство является экономической администрацией правящего класса. И она действует именно в интересах вот аэроболтик. Ну, выгодно, наверное, в интересах аэроболтик. И других, так сказать, крупного бизнеса. Вот это главная причина. Как вы считаете? Спасибо. Спасибо. Да. Ну, смотрите, как аэроболтик это национальная компания все-таки, как Латвенерго, это нам с вами принадлежит. Это состояние всего народа, если так, не вызывая улыбку, можно сказать. Навряд ли это чисто какой-то абстрактный класс или олигарх скрытый. В случае с аэроболтиком, я думаю, задача крайне сложна. То есть, как спасти компанию, ну, как мазать вилами по воде, а как реально считать и оценить ситуацию. То, что оценить очень сложно, это понятно. Просто, ну, то, с какой легкостью гуляют миллионы, и это обоснование, которое достигает общественности, то есть, легальная часть, которую мы видим, но это меня не устраивает. Это плохо. плохо. То есть, я не могу сказать, что это много, 280 миллионов. Может, и миллиарда мало, если вы делаете что-то колоссальное и знаете, что вы делаете. Если вы вложите деньги за счет будущих поколений, которые эти долги будут отдавать, и ошибетесь, это огромная ответственность. Многие, кстати, говорили о том, говоря там о помощи разной, что сейчас мы можем увидеть, какие министры пользуются большим авторитетом в кабинете. То есть, одно из объяснений, почему, скажем, сельское хозяйство одно из первых получило инвестицию вот в эти 45 миллионов преснопамятных состоит в том, что господин Герхард, министр сельского хозяйства, он смог убедительнее доказать, что его сфере нужны такие деньги. Так как, например, другие сферы, там, скажем, благосостояния или здравоохранения, потратились больше времени на то, чтобы доказать, что да, нам тоже нужны деньги? Ну, это получается какое-то состязание личности в кабинете министров. Ну, я не до конца верю в такое осуждение. Ну, понятно, что эти ухмылки, что, мол, мы во время ковид кушаем больше, а не меньше, все сидят дома и жрут, да, извиняюсь за такие неуместные шутки. Понятно, что там есть целый ряд производителей сельскохозяйственной продукции, которые пострадали, в том числе скотоводство, конечно. Но, тем не менее, эту картину общую должна рисовать общая математика, а не способность тянуть, опять вот, латышская пословица, одеяло, ну, это не как лебедь рак до щука, это еще по-другому. Да. Возвращаясь все-таки вот, действительно, к ситуации, вот вы тоже сказали, вначале, может быть, о том, где мы запоздали, в том числе, с этой излишней бюрократией, может быть, действительно, раз вот вчера, вы тоже, наверное, слышали это заявление тревожное госпожи Винкера, министра здоровья, у нас такие проблемы вот с этими защитными средствами, может, действительно, уже было пора, раз у нас чрезвычайная ситуация, целый ряд вообще законов, ну, или там правил вообще приостановлены, или их действие там продлено, может быть, надо было отказаться от этого бесконечного тестирования в каких-то лондонских лабораториях тех или иных масок, а закупать и на месте там проверять и так далее, ну, что у нас, совсем нет уже возможности проверить, они не вообще соответствуют, пропускают эти бактерии, не пропускают, неужели мы такие беспомощные, вот тогда вот создается такое ощущение, что мы сами себя как-то вот принижаем. Мы как бы все сводим к этим злополучным маскам, это относительно привидимых... да, республика. Крайне важно их еще правильно одевать, отсутствуют какие-то курсы, да, даже... Нет, мы сейчас говорим даже о медиках, вот как им работать. Вы можете очень хорошую маску надеть настолько неправильно, что она не поможет, и понятно, что, например, в одном городе Лепа, да, там 70 компаний, которые шьют нижнее белье, которые, часть которых могла бы по государственному четкому заказу, то есть по обещанию, что мы вам за это действительно заплатим определенную сумму. Я уже упомянул Словакию, да, еще есть примеры, которые именно так и поступили. Мы этот момент прозевали, потом, когда вы уже опаздываете с важным решением, действительно, можно уже уповать на то, что теперь еще более чрезвычайная ситуация, и теперь уже покупаем все, что хотим, и без сертификата. Я думаю, помимо масок, да, чтобы не весь разговор о масках, производство Латвии пострадает от отсутствия экспорта. Также деревообрабатывающая, металлообрабатывающая индустрия и другие во многих странах подтягивают как бы ремень, да, потому что экономят. проблема куда важнее. Как это удалось сейчас свести все внимание на выживание, мол, не заболеть уже много, теперь надо идти дальше, надо смотреть, что в экономике творится. если я могу сказать, довольно хорошо получилось, что мы удельный вес заболевающих и заболевших в Латвии относительно мало по сравнению с Россией, например, с Соединенными Штатами Америки. То есть, что-то мы сделали очень даже правильно, но это не правительство, это все вместе, все это наше общество. Сделали очень правильно, но то, что нам придется еще и зарабатывать и семью прокормить, но это никуда не денется, да, и те действия непрофессиональные, они не видны на сегодняшний день, но это будет очевидно месяц через два. Да, вот если мы все-таки будем пытаться, ну, как бы обобщить, вот пройдет, будем надеяться, что пройдет эта острая фаза COVID-19, может быть, лето нам даст какую-то передышку, может быть, даже сентябрь захватим, вот все, все-таки сейчас, естественно, не о медицине, а об экономике, какие вообще выводы вот должны сделать мы все, ну, правительство в том числе, я не знаю, парламент, вот именно с точки зрения экономики, финансов, может быть, вообще управления государством после этого кризиса, потому что, ну, поэто, что звучат разные такие, в том числе, популистские предложения звучат, может быть, и разумные, что раз чиновники так удачно работают на удаленке, может быть, часть чиновников нам и не нужна, но это как бы так, может быть, звучит популистически, Какие выводы, на ваш взгляд, мы должны сделать? За счет чиновничества, что популярно и очевидно, зачем транжирить на чиновничество, но за счет чиновников столько денег, сколько необходимо, не сэкономишь. То есть это дорога никуда. То есть даже если вы уволите половину всех чиновников, это несущественно поможет фирмам. Тем более путают люди, работающих в госсекторе, с чиновниками. Да, это не совсем одно и то же. И врачи, и пожарники. Что, их всех уволим, анархия, мать, порядка, и будем сами все осуществлять. Я думаю, что программа развития, экономического развития крайне важна. Не просто под таким лозунгом, но по сути. Даже не стесняясь учиться у скандинавов, у соседей. Я не про шведов только. В целом и у немцев есть чему поучиться и быстрое действие на сегодняшний день. Аутум институцию укреплять. Я, конечно, большой патриот Лиан. Я удивлен, что главный друг предпринимателя сейчас, служба госдоходов, которая не знает клиентов. Они уже это доказали тем, что неправильно прогнозировали уплату налогов. Я уже несколько раз упоминал, что это удивление неуместно. Что, оказывается, они не платят. Мы это они. Но, я думаю, на базе ЛИА надо тоже создавать новые программы, грантовые программы, не только кредиты, называемые финансовые инструменты. То есть помочь занять деньги, этого теперь недостаточно. Надо существенное вливание в производство, в поддержку латвийской экономики. Как именно это делать, у господина Ошлая есть довольно взвешенные некоторые тезисы. Я ставлю под сомнение, но предприниматели пока не умеют достучаться до правительства. Ведущие предприниматели. Надо достучаться. Это проблема каких-то социальных партнеров? Я не про другого промышленную камеру. Это относительно узкий круг предпринимателей, которые говорят во имя всех. Да, да, да. Такие видные умы. То есть человек сказал, а вы видите, ну дело говорит. Действительно, он озвучил то, что сложно не согласиться. На сегодняшний день, если вы посмотрите все сообщения и в Дельфи, частично и в вашем эфире, мы больше говорим о болезни, нежели об экономической. Это правда. Напомню, что у нас сегодня на прямой связи экс-глава латвийского агентства инвестиций и развития Андрис Озелс. Мы много говорим, практически весь эфир мы сейчас потратили на критику того, что происходит. Именно с экономической точки зрения. Может быть пару слов, есть ли за что похвалить какие-то меры именно экономические? Потому что мы повторимся, с точки зрения здравоохранения действительно Латвия до сих пор занимает хорошие позиции, даже и сравнивает с маленькими странами. Но вот с экономической точки зрения вроде как кажется, что все прям плохо-плохо. Может быть все-таки есть что-то хорошее? Ну, однозначно есть хорошее. И я думаю, ну та даже финансовая дисциплина, которая нам сегодня помогает занять деньги, в отличие от некоторых стран, которые исчерпали этот кредит доверия международной, финансовая общественность, да, нам деньги действительно доступны. То, что мы просто неправильно это называем, что они у нас есть, но когда ты взял в долг, они у тебя действительно есть. Они накладывают определенное поведение, да. Но я думаю, что Латвия себя на протяжении уже последних лет финансово четко себя вела, да, пространул. Мы умеем занимать деньги, нам их дадут в кредит. Как мы с ними поступим, сумеем ли мы правильно сделать свою домашнюю работу, это теперь уже в ближайшем будущем станет ясно. А какие-то внутренние меры приняты, которые вам кажутся позитивными? Ну, мне кажется, правильно, что правительство согласилось все-таки. Правда, потом, поскольку это исходило из оппозиции, они переименовали это и немножко намудрили. Но то, что элементарная поддержка не вознаграждение за уплату налогов, а просто поддержка и солидарность – это тоже правильно. Крайне важно. А то было прямое противоречие. Мы вас на работу не пускаем, зарабатывать не даем, законам не даем и денег не даем. Мало платить. Там был заколдованный круг, который удалось разрубить. В каком объеме? Ну, не хочется подытожить, потому что просто, ну, давайте да побольше, да всем, чтобы все счастливы. Ну, так, конечно, не получится. Определенная справедливость и анализ. Во-первых, оно присутствует, но четкости мало. И на примере «Аэрбалтик», что суммы настолько гуляют и такие, ну, не то что совсем голословные, но очень громкие заявления, как будто в тот момент, где конца ковид еще было не видно. И теперь вдруг эти суммы удвоились. Ну, опять мы все знаем. Немножко пересмотрели, опять все знаем. Мне, например, боязно, что через три недели сумма еще существенно изменится и опять будет новое откровение. Да, давайте примем телефонный звонок еще один. Ну, последний, да. Доброе утро, слушаю вас. Доброе утро. Я хотела воспользоваться случаем и выразить благодарность начальнику закупков, на закупках господину Лапсвирсу по поводу того, в смысле, по вопросу такому, что, в общем-то, достаточно быстро отреагировали и приобрели эти защитные средства, в частности маски. Маски. Я медик. Мне очень жаль, что... Извините, я прошу прощения, у нас не так много времени, у вас есть вопрос к нашему гостю или нет? Нет, вопрос к гостю нет. Я хотела выразить спасибо закупкам. Спасибо и вам. Ну, вот, к сожалению, да, вот я так понимаю, что господин Лапсвирс пострадал, да. Вот это тоже такой момент, с одной стороны, да, вроде бы должны службы наши осуществлять оперативные закупки, разные, да, не только этих масок упомянутых, а с другой стороны, вот мы как бы говорим вот тем, кто этим делает, что, знаете, а лучше так изображать деятельность, потому что если ты ничего не делаешь, ты не ошибаешься. По-моему, я помню, и вас критиковали за то, что вы делаете, да, а не за то, что вы не делаете. Ну да, ну, в экстраординарных ситуациях честность, мне кажется, настолько важна, ну, наглядность этой честности, ну, иначе это какое-то мародерство, да. Тут же речь, мы говорим о каком-то миллионе, якобы завышенные цены, вы понимаете, тут не о одном миллионе какая-то речь идет. Я тоже считаю, что правильно, что надо было реагировать. Почему-то приходилось покупать все вне Латвии, ну, потому что мы прозевали с этим решением производить у себя. Но я знаю мало фактов, я не хочу принимать стороны. Но так просто, что, мол, под шумок, поскольку всем все надо и надо быстро, покупаем по любой цене и без сертификатов, так я тоже не захватил. Можно, наверное, в конце мы затронем немножко еще будущее того, что сейчас происходит, потому что очень много сейчас прогнозов, и вы сами сказали, что прогнозировать сложно, мы не знаем, никогда пандемия завершится и завершится ли она, никогда там будут доступны вакцины и так далее. Но при этом большая часть из тех прогнозов, что, по крайней мере, я читал и слышал, и от Всемирного банка, и от Банка Латвии, и от каких-то других финансовых международных организаций, говорят о том, что кризис будет серьезным. То есть он уже происходит, но будет он очень серьезным. Серьезнее, чем, скажем, кризис с 2009 года. Но и выход из этого кризиса будет таким же стремительным. И, скажем, например, в Латвии прогноз Всемирного банка состоит в том, что Латвия упадет глубже других стран, но и выберется из этой пропасти тоже быстрее. Я читал этот прогноз. Я думаю, что тут Всемирному банку подобает высказывать свои прогнозы, ряд ведущих экономистов, высокооплачиваемых. Но мистер неизвестный вносит такие огромные коррективы, что, я думаю, они сильно ошибаются с этим. Ну что ж, спасибо большое за исчерпывающее интервью. Янис Розовс, у нас был на прямой связи, бывший руководитель агентства инвестиций. Андрис Розовс, бывший руководитель агентства инвестиций и развития. Спасибо. Спасибо. Вам спасибо. До свидания.